Всем привет! В эфире Squire и сегодня я расскажу вам об очередном обновлении War Thunder 1.37, которое принесет в игру целый ряд значительных изменений. Прежде всего, это переработанная система прокачки, множество новых самолетов всех наций, а также новые карты, расширенный редактор миссий и полигон, наконец новый рендер с поддержкой DirectX 11. Как обычно, обо всем по порядку. Итак, произошла полная переработка системы развития игрока. Вместо 20 рангов вся техника поделена на 5, основанных на реальных периодах военной авиации. Получение новых самолетов теперь напрямую зависит от развития предыдущей машины в линейке. Проще говоря, прокачаться до желанного самолета можно быстрее. Подробнее о новой системе развития читайте в дневниках разработчиков на нашем сайте, ссылка в описании. В патче 1.37 добавлено множество новых самолетов, среди которых советский истребитель И-185 силовой установкой М-82 и тяжеловооруженный поршневой Ла-9 с четырьмя пушками НС-23. Линейку Яковлева дополнили Як-9У и Як-9УТ. Трофейный Focke-Wulf D-9 расширил ряд премиумных самолетов. Американцы встречают пополнение в виде П-400. Это экспортный вариант аэрокобры для ВВС Британии. Грумман F-9 F-2 Pantera продолжила семейство палубных истребителей США. Немецкие истребители серии F-1 и F-2 дополнили линейку Мессершмиттов. Линейку штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков теперь завершает 129-й Хеншель серии B-3 с самой крупнокалиберной на данный момент в игре пушкой 75 мм. Пушками Викерс П-47 мм оснащен новый британский Tempest МК-5, а по соседству с ним расположился Tempest МК-2. Любители японских самолетов порадует введенная в игру серия истребителей Ки-84. Это одни из лучших поршневых истребителей своего времени. Всего в обновлении 1.37 добавлено более 20 самолетов. Свыше 30 были перенастроены в соответствии с историческими данными. Полный список читайте в патч-ноуте на сайте. Важным изменением патча стало развитие полигона, который теперь располагается на внешних игровых серверах и вмещает до 32 игроков в одном бою, что значительно расширяет киберспортивный потенциал War Thunder. Настройки полигона можно менять, не выходя из игровой комнаты. Кроме этого, редактор миссий стал частью режима пробный вылет, в котором можно настроить сценарий боя, погоду, силу и количество противников. Обновление 1.37 предлагает игрокам новые карты для различных режимов игры. В режиме штурмовка добавлены карты Железный Хребет, Песчаный Берег и Туманный Альбион. Кстати, во всех миссиях штурмовка аркадных боев добавлены зоны для бомбардировки, а в режиме операции произведена перестановка сил, повышающая значимость бомбардировщиков и штурмовиков. В данном режиме добавлены операции Сайпан и оборона Сталинграда. Введены несколько миссий Тихоокеанского и Корейского театров военных действий. О других изменениях. Введен в работу новый рендер с поддержкой DirectX 11, который позволит увеличить детализацию на всех настройках, а также производительность на некоторых видеокартах до 25%. Режим реалистичные бои теперь называется симуляторные, а исторические бои переименованы в реалистичные, чтобы игроки не путали его с исторически достоверными событиями, ранее введенными в игру. Подробный патч-ноут, как и всегда, читайте на нашем сайте, все ссылки под этим видео. До новых встреч в небе War Thunder!